Термин цежарности, на яким Настасия Ляшук, трапила областный родильный дом 26-27 тыдня. Некольки днём тому женщина народила девчонку вагой всего 850 граммов. Зараз дитя находится на штучной вентиляции лёгких. Выпадок заучастных родов не перший у семьи женщины. Першая дитя так сама народилась недоношенным, хоть и с большей вагой. Зараз и мать, и её девчонку чекают шлях реабилитации. Что будет дальше, никто не знает. Но если всё хорошо, то путь, конечно, очень длинный. Мне даже не говорят, сколько. Это может три месяца, четыре, пять месяцев. А вот Светлана Кунаховец стала мамой шестый раз. На 31-м тыне цежарности у её народилась девчонка вагой 1 килограмм 800 граммов. У женщины шести детей шоцвера недоношенные. Но же это ненагода опускать руки, выполнена Светлана. По своим опыте она ведает, что у дитя есть особливая совесть с матью. Тому важно приходить до своих недоношенных деток в добрым настрое. Положительная динамика наблюдается. И сама я вижу, я прихожу и вижу, что вот, к примеру, сегодня пришла, аппарат ИВЛ уже был отключен. Вчера уже примерно не светили желтушку аппарата. Вот, смотрю, что уже увеличена доза смеси. Я уже сама понимаю, что мы идем к лучшему. У отделения интенсивной терапии и реанимации новонародженных Брестского областного родильного дома под опомогу недоношенным специальное обсталявание. В любом случае помощь недоношенным новорожденным начинает оказываться с 22 недель. Это и по официальным данным, и по нашему оснащению. То есть, под этот срок технические возможности современного мира дают возможность оказывать помощь детям. Недоношенным лечится новонародженный, который родился ранее за 37 тыс дня тяжеленности. Что год в Беларуси народжается 4-4,5 тысячи таких детей. Больше за 250 их мают экстремально низкую массу тела – до 1000 граммов. Только в Брестском областном родильном доме за 9 месяцев этого года на свете появилось 30 недоношенных детей. А лишь медики означают – недоношенность – величиня довольно относная, потому что выхождение детей на 22 и 37 тыс не сопоставимое. Если в самом начале беременности идет закладка всех органов и систем, то в дальнейшем идет ее созревание. То есть, физиологически этот ребенок уже заложен. Но дозреть внутривно не успевает. То есть, к 22 неделям рождается глубоко незрелый ребенок. И выхаживание таких детей – это очень сложно, очень кропотливая, очень трудная задача. Одно из правилов при выхождении таких маленьких пациентов – поддержание оптимальной температуры тела. Зарабить этот процесс легче, допомогая не только специальное обсталявание, а и в дельнице доброчного клуба – 28 петлях. Тут вяжут оденье для недоношенных деток в терапевтичных метах. Вещи эти нужны для того, чтобы, с одной стороны, они помогают сохранять температуру тела и находиться ребенку все время в тепле, а с другой стороны, они обладают мягким массажным эффектом, что позволяет ребеночку недоношенному привыкнуть к прикосновениям, легче реагировать, когда его касается уже мама. Также мы вяжем игрушечки стопроцентного хлопка. У них у всех щупальца, напоминающие пуповину матери. Это для того, чтобы детки не выдергивали катетры, ну, чтобы они чувствовали себя в уютной такой в родной обстановке, как в отробе матери. Причин заучасных родов и недоношенной тяжеленности – шмат. На это впливает целый шерох факторов. Но гинекологи не перестают повторять. Женщина должна быть здоровой еще до тяжеленности, потому что больше заучасных родов – миновиды следствия хворобы матери. Анастасия Цекунды, Грана Капян, телерадио-компания «Брест». Анастасия Цекунды, Грана Капян.